Было 11, осталось 6 претендентов. Четверо не прошли по разным причинам. Кто-то предоставил не все документы, недостаточно отработал по специальности или указал неверные данные про опыт работы. Заместитель начальника пенсионного фонда в Череповце Игорь Люсин всем требованиям отвечал, но накануне заседания отказался от участия в отборе. В последний момент свою кандидатуру снял Сергей Бойцов из Подмосковья. А вот директор банно-прачечного хозяйства Руслан Барахович в числе тех, кто остался претендовать на должность мэра. Я живу в этом городе, я в нем родился, живут в этом городе мои дети, родители, поэтому мне не безразлично о том, как будет жить город, как он будет развиваться, как будут жить в нем люди, поэтому в этом вся и мотивация участия в этом конкурсе. Все пять претендентов на пост мэра Череповца подготовили свои проекты развития города. На презентацию каждому дали всего 8 минут. Основные тезисы у кандидатов совпадали – развитие экономики, культуры и здравоохранения. Но были и свои акценты, оценили их члены комиссии и приглашенные гости. Каждый имел возможность рассказать о своей программе, каждый имел возможность ответить на вопросы, которые задавали члены комиссии, присутствующие. В общем-то мы услышали мнение каждого из кандидатов на те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. Всего в состав конкурсной комиссии входит 10 человек. Пятеро от области, остальные от города. Это депутаты, чиновники и общественники. Именно они решали, кто продолжит борьбу за пост мэра Череповца. Интрига держалась до последнего. Наиболее полная программа, отражающая развитие муниципального образования города Череповец, были представлены двумя кандидатами. Это Герман Фадимов Евгеньевич и Барахович Руслан Евгеньевич. Поэтому комиссии единогласно было принято решение внести на заседание городской думы две кандидатуры Германа и Бараховича. Но комиссия рекомендует депутатам городской думы принять решение о назначении на пост мэра города Череповца Герона Вадима Евгеньевича. Сегодня решение комиссии поступит в городскую думу, а уже 29 октября городская дума рассмотрит данное решение комиссии. И будет депутатам представлены данные две кандидатуры, предложено альтернативное голосование, и по результатам альтернативного голосования будет избран мэр города Череповца. Так что 29 октября, в канун дня города, Череповец узнает имя нового мэра, с которым будет заключен контракт. Остается напомнить, прежний сити-менеджер Елена Авдеева сложила полномочия в сентябре и перешла в Совет Федерации. Дмитрий Лавров исполняет ее обязанности, пока новый мэр не вступит в должность. Кирилл Смирнов, Игорь Плюснин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин